Привет всем, добро пожаловать на канал. Есть вот такая вот интересная радиостанция TYT-MD9600. Это супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Приемник этой радиостанции работает в двух диапазонах от 136 до 174 МГц и от 400 до 470 МГц в аналоговом и в цифровом режиме. Также вот плюсовая версия уже поддерживает АЕС-256 шифрования и максимальная мощность 50 Вт у этой радиостанции. Давайте потестируем эту радиостанцию и поподробнее посмотрим, что она себя представляет. Радиостанция поставляется вот в такой коробке. Видно здесь ВИЧФ диапазон 50 Вт мощность, ЮЧФ 45 Вт. В коробке находится сама радиостанция, пластик почему-то, видимо, где-то на солнце у китайцев лежали эти лотки, куда радиостанцию укладывали. В общем, он от солнца, видимо, развалился. Спереди регулятор громкости, валкодер, функциональные клавиши, клавиши питания, разъем для микрофона, динамик сверху находится. Здесь шильдик, радиатор, шасси алюминиевое, также указана здесь информация по мощности модели, сзади вентилятор, разъем под антенну и также есть разъем под датакабель, мини-USB и разъем под выход внешнего спикера. Руководство по эксплуатации на английском языке, кабель питания, гарнитура микрофон, датакабель для программирования, скоба крепления. И также набор крепежа идет, предохранители и держатель для гарнитуры тангенты. Гарнитура радиостанции, она же тангента, содержит цифровые клавиши, клавиши управления, 5T, микрофон, светодиод, крепеж и разъем RG45. Стандартная прошивка, которая идет с завода, позволяет практически полностью настроить саму радиостанцию через меню этой радиостанции. Большинство функций доступно здесь радиоинфо версия, вот такая прошивка, резиновая кнопка поскрипывает при нажатии. Также здесь доступно, можно микрофонный уровень микрофона настроить, но у меня на максимум выставлен. Давайте измерим мощность на 145-500, нажимая на передачу, что мы видим, по мощности 34,5 Вт выдает на 145-500. Здесь 4 градации мощности, средняя мощность, которая максимально идет вниз, 18 Вт. Выбираем mid-low, средняя, минимальная, на 145-500, выдает 9,5 Вт. Ну и минимальная мощность, минимальная мощность чуть больше 5 Вт, 5,7 Вт. На 433-500. Интересный глюк, набираем 433-500. А, нулик нужно еще набрать, чтобы точка появилась. И теперь нажимаем на передачу. Минимальная мощность, 433-500, 7 Вт. Mid-low. Выбираем. Выходим, нажимаем на передачу на 433-500. Вот, 15,5 Вт выдает, обычная, средняя мощность, 27,9 Вт, 27,8 Вт. Выбираем максимальную мощность на 433-500. Нажимаем на передачу. Максимальная мощность, 40 Вт. У стандартной прошивки есть вот такой глюк, то есть вне зависимости, например, вы хотите передавать в аналоге на 433-500. У вас стрелочка вверху находится в верхнем регистре, и вы думаете, что вы сейчас будете здесь передавать на 433-500. Нажимаете на передачу, у вас Channel B идет в передаче сейчас. То есть нижний регистр, VIFO. Также, если переключиться в канальный режим на нижнем, выбираете верхнюю. Сейчас он на самом деле передает, пытается передавать на нижнем. Вот такие вот глюки какие-то в этих прошивках присутствуют. Может быть, конечно, я не понимаю, что-то в этих настройках. Вот один аналоговый режим, другой цифровой. Выбираю на передачу. Вот теперь несколько раз переключился VIFO канальный в верхнем регистре. И теперь он передает на Channel A 433-500. Вот такие вот глюки мне в стандартной прошивке не нравятся, что непонятно, где ты будешь передавать. Хотя стрелочка вот здесь вверху находится, а он на нижнем регистре передает. В общем, какой-то бред. В радиостанции сзади присутствует вот такой вот разъем mini-USB для подключения дата-кабеля. Сама радиостанция поставляется. В моем экземпляре был кабель в комплекте. И хочу еще теорию проверить, будет ли подходить обычный кабель компьютерный mini-USB на USB обычный. Заменю я на OpenGD77, на альтернативную прошивку. Не очень-то мне нравится, когда радиостанция ведет себя не так, как от нее ожидают. Поэтому заменим на альтернативу. Сразу подключил стандартный компьютерный кабель. Не стал я этот TV-IT подключать. Вот он в USB воткнут. Нажимаем «Считать» из радиостанции. Подтверждаем. Идет считывание. Быстренько сработало. Что необязательно приобретать вот такой кабель в комплекте. Можно обычный mini-USB на USB кабель использовать для программирования. Для перехода в режим программирования необходимо зажать вот эти две клавиши. И включить питание. Начинает моргать дисплей. И теперь можно программировать. Стандартное программное обеспечение содержит информацию о радиостанции после считывания. General Settings. Здесь много всяких таймингов и прочих настроек. Это радиостанция. Меню Item. Также здесь настраиваются утилиты, сканирование, контакты. Button Definitions можно назначить на функциональной клавише. Дополнительные функции, которые вот из этого выпадающего списка. На короткое, на длительное нажатие. Сообщение. Privacy Settings. Здесь шифрование. Кстати, эта радиостанция поддержит AES-256, но нужно дополнительное меню здесь вызывать с сочетанием клавиш. Если мы заменим сейчас на OpenGD-77, AES-256 будет недоступно. Digital Contact. Group List. Zone Information. Тут уже экспериментировал. Scan List. Channel Information. Цифровой, аналоговый. Канал выбирается. И соответствующие настройки в аналоге или в цифре. Давайте OpenGD-77 установим. Запускаем. OpenGD-77 CPS. Заходим в Extras. Farmware Loader. Выбираем нашу радиостанцию. Донор файл. И саму прошивку. Прежде чем выбрать версию вашей официальной TV-IT прошивки, нужно открыть крышку. В моем экземпляре я открыл крышку, там на плате ничего не было. Пришлось косвенным образом, методом тыка, искать какая версия у меня. Вот. Поэтому, все вы делаете на свой страх и риск. Вероятность окирпичивания присутствует в вашей радиостанции. Поэтому, ответственность за все берете на себя. У меня прошивка вот эта версия. Есть без GPS, есть GPS. У меня версия без GPS. Выбираю ее. И теперь ждем процесс прошивки. Радиостанция уже готова. Нажимаем Enter. Ждать надо. Выбираем английский. И все готово. Выключаем. Включаем. Прошивка обновлена на OpenGD77. Не забываем затем в Extras OpenGD77 Support зайти. Сделать бэкап MCU. И сделать бэкап Flash полностью. Чтобы потом можно было восстановить в случае чего. Вместо MMDVM используется BOOFEM DM1801. Он работает с внешней антенной, которая поднята на 11-20 секторе. Вот на приеме. Да, да, да. Все, понял, понял. Вот. Ну, замечательно, замечательно. Ну, вот, хочу себе тоже. Ну, едем, слушаем ДМР в автомобиле. Ну, в принципе, нормально работает. После установки альтернативной прошивки, градации по мощности стало больше. Вот от 100 мВт можно до 40 Вт выставить. Прибор измеряет там около 1 Вт. Наверное, минимальная мощность, которую он может почувствовать. Нажимая на передачу, смотрим. 1,3 Вт выставим следующую мощность. 5 Вт. 6 Вт отображает. Ну, где-то рядышком. 10 Вт. 10 Вт. 25 Вт. Будет меньше. Около 18-19 Вт. И 40 Вт. Выставляем. Соответственно, 35 Вт где-то. Ну, давайте на 433-500 выставим. 40 Вт. Нажму на передачу. Что мы увидим. 40 Вт. Давайте выставим поменьше. 25 Вт. Нажимаем на передачу. 28 Вт. Ниже. 10 Вт. 16 Вт. 5 Вт. 7 Вт. 1 Вт. 0,5 Вт. Ну, а ниже прибор, наверное, уже не сможет. Вот 750 милливатт выставляю. Что-то там 0,1. 500 милливатт. Все, прибор уже не реагирует. Так что все регулируется. Что мне понравилось, то что в аналоговом режиме, если мы нажимаем на передачу, на радиостанции, да, она сразу реагирует. Потому что с токовой прошивкой, которая была, была небольшая задержка, там, где-то полсекунды, грубо говоря, при нажатии на передачу. То есть, когда вы нажимаете клавишу 5T, у вас радиостанция начинает думать, и потом вы начинаете говорить. То есть, если вы нажали передачу и начали говорить, то первые слова, которые первые буквы, там, будут не переданы в эфир. После установки OpenGD-77 эта проблема сразу же ушла. В радиостанции сразу шустро работает в аналоговом режиме. Для цифрового режима, да, там, может быть, вот эта задержка, там нужно привыкнуть. В большинстве случаев все радиостанции, вот эти китайские, нажимаешь на передачу, там нужно как-то подумать, а потом начать говорить, да. Подумай, прежде чем говорить в эфир что-то. Может быть, еще как бы и для этого сделано в цифре. Хотя нет, это шутка. Просто сам процесс обработки, видимо, в цифре так работает. Чем мне понравилось, то, что здесь еще много функций интересных появилось. Например, если нажимаем решетку на клавиши, здесь есть спектроскоп. Можно посмотреть спектр, кто плюс-минус. Тут вот 800 кГц сейчас выставлено, что в эфире, какие сигналы присутствуют, на каких частотах. Можно будет подстроиться. Нажимать по стрелочкам, можно по спектру подвигать. Также меню радиостанции поинтереснее. То есть у нас здесь, например, 145 МГц выбираем. Сразу видим частота приема, частота передачи. Можно будет поменять, зайти в настройки, можно поменять. Кстати, есть вот уровень сигнала, можно в DBM'ах посмотреть, что очень даже интересно. Еще в баллах снизу шкала присутствует. Также видим здесь напряжение питания, мощность. Зайти в настройки. Есть батареи, напряжение, время, дата, температура и график с напряжением питания. Если вы используете аккумулятор, можно проследить, как шел разряд этой батареи по графику. ЧКДВ троп-поле РН3КУ. Да, РН3КУ. Зашкаливайте здесь. В вашу сторону прямая видимость. Я проконтролироваться с аппарата MD9600 на автомобильную антенну и на 12 вольт от аккумулятора, как тут меня на приеме. Да, отлично. Ну как, полный фулл. Всех давите, всех топчете. Сигнал хороший. Без проблем. Я понял. По модуляции нормально, да? Там высокий, нижний, низкий, средний. Всех хватает. Да, всех хватает. Но мне кажется, чуть-чуть, если можно было погромче, было бы шикарно. Я понял. Так, а я настройки сбросил. Сейчас дефолтные, наверное. Да, нужно микрофончик крутануть и, наверное, будет вообще изюм. Спасибо за контроль. Вопросов нет. Да, вот сейчас даже ближе начал погромче говорить. Вообще шикарно. Только идет небольшое задувание, а так вообще хорошо. Что там у меня как? Да, вообще громко, громобойно и модуляция отличная, и сигнал зашкаливает. Так что тут 5-9 с плюсами и по модуляции на 5 с плюсом. Добро. Давай на 500 рахтим удачки шершавенькой. Или ты там в поле отдыхаешь, или что? Где, в каком поле? Да здесь вот к Бабякову пока тут ехал-ехал, думаю, да, я становлюсь, радугу сниму. Пока тут вышел, она уже закончилась. Ну, решил постоять, послушать эфир. Не понял. Ну, добренький, шершавенький, тебе удачи. Да, спасибо, 7-3, пока. 7-3. КДВ, КДУ? Да, КДВ, приветствую, Алексей. Добрый вечер, Олег. Ну, я тут игрышок у Бабякова, но я чуть-чуть продальше стою в Бабяково, где ментовские лагеря на Усманке. Ну, я тебе понял. Это, подожди, лагеря куда это? Это в сторону Сомова, что ли? Да, так точно. Понятно. Ну, назад поеду, тогда брякну в эфире. Не будем занимать. Ты здесь будешь на 145-500? Да, могу здесь, куда хочешь уйти. Ну, давай здесь. Хорошо, на обратном пути тогда. За рулю туда в гости хотя бы. Поздороваться. Давай, хорошо. Ага, 7-3, пока. Все работает. В аналоге отличный аппарат для автомобиля. И для дома тоже. Первые небольшие эксперименты с этой радиостанцией. Удлинять видео не будем. На этом пока закончим. В целом аппарат интересный. Полезные ссылки оставил в описании под видео. Не забудьте подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok